У чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. С песнями, цветами, подарками пришли горняки в дома ветеранов и детей войны. Огромное спасибо от всех нас и хотим сказать еще раз спасибо за мирное небо над головой. За то, что мы и наши дети ходим под этим солнышком. Спасибо вам большое. Еще одну споем? Давай. Раисе Маливановой в 1941-м было только 11 лет. Праздник Победы для нее скорбный и радостный одновременно. На войне потеряла отца и собственное детство. В самые трудные годы работала в поле наравне со взрослыми. Как мы провожали на фронт, плакали все время. Каждый день похоронки приходили. Мы в школе не целовались, а обнимались со слезами. Каждый день похоронка, похоронка и похоронка. Трудно было очень. Ну, стали помогать фронту. Все для фронта, все для победы. Вязали рукавички. Ну, пусть если не достанется отцу, говорите, пусть достанется другому молодцу. Не только старшее поколение вспоминало в этот день героический подвиг народа. Работники сибирской угольно-энергетической компании, а также студенты и школьники поучаствовали в канун праздника в акции «Диктант Победы». Это исторический опросник о событиях Великой войны. Задача, которая стоит перед нашим поколением, ну, не только перед нашим, а перед будущим, это, опять же, хранить память, опять же, изучать историю, принимать ее такой, как есть, то есть, все-таки всякое бывало. И все-таки ее передавать так, как ее в донесениях там, в архивах передали нам, а не пытаться как-то ее коверкать так, как вздумается. Поучаствовали угольщики во всероссийской акции «Поем двором». В городе Бородино они вместе с детьми и творческими коллективами исполнили «Катюшу». Мы очень очень рады, все повскакивали с квартиры, очень довольны, конечно, спасибо вам за такой праздник. На предприятиях СУЭК также прошли традиционные митинги и акция «Георгиевская ленточка». Этот символ памяти горники чтят и с почетом носят на своих рабочих костюмах. Евгения Шелковникова, Енисей Новости.